Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас в преддверии длинной такой, тоскливой зимы продолжительной, многие хотят завести у себя на окне какое-то растение. Я вот всем предлагала томат. Ну и опять же, людей интересует, обязательно ли подсветка для выращивания, вот, например, томатов на окне. Я сразу скажу, тут вот, например, для жителей нашего региона, без вариантов, подсветка обязательно для огорода на окне, потому что у нас, вот если мы посмотрим сейчас на улицу, это у нас не ночь, но так темно, что видно плохо, что там. И без света растения не будут такими бодрыми, они не будут такими веселыми. И когда спрашивают, выживут ли растения без подсветки, конечно, без подсветки выживут, но они не дадут вам урожая, и, скорее всего, такие растения будут бледненькие, тоненькие, будут болеть. Какие лампы нужны? Ну, естественно, лучше всего самую хорошую лампу, например, какую-то специально для растений. Если уж нет, на худой конец можно и лампа дневного света, освещения. А если кто-то уверен, что ему лампа не нужна в течение всей зимы, то вы можете специально проверить, вот, например, как узнать, нужна ли лампа, вот, например, в данной ситуации сейчас. Мы делаем так. Если вы включаете лампу, и она нисколько не меняется, вот, например, освещение, что с включенной лампой, что с негорящей, то, значит, вам лампа не нужна. А вот я сейчас покажу про свою лампу. Вот сейчас я выключаю. Да, на улице светло. Да, вроде бы немножко что-то видно, что это день, что это не ночь. Но день такой, что солнечных лучей очень мало. И посмотрите, как тоскливо и уныло выглядят растения. Конечно, они будут тянуться туда, к свету, к окну. Ну, конечно, у них, ну, давайте не будем мучать, включу снова лампочку. Ой, ой, как им весело, сразу хорошо. Мы должны зимой вот эти растения вроде как обмануть. Мы должны им создать такие условия, как будто бы лето, чтобы они подумали, что действительно лето, что им нужно цвести, что им нужно плодоносить, нужно размножаться. И вот мои, смотрите, гномы, цветут уже обильно. Они действительно думают, что лето под таким ярким солнцем, им очень хорошо. Цветут, причем, все кусты. Какие-то зацвели раньше, какие-то зацвели позже. Вот цветут все равно все. Даже самые-самые маленькие гномики зацвели. Это значит, им нравится под этой лампой. Это значит, они будут давать мне плоды. И еще раз скажу, что подсветка, конечно, нужна. Даже если у вас южное окно, даже если у вас регион не такой, как у нас сибирский регион. У нас, конечно, зима полностью темная. У нас в 11 часов или в 12 начинает немножко светлеть. Но это когда солнечный день. А потом вот такое вот сумеречное состояние. И чтобы вырастить, обязательно нужны лампы. Но у меня, конечно, у меня лампа лучшая из лучших. Вот это вот, которую я сегодня нарадуюсь. Барс Гидро. Но можно и простые лампы дневного света. Все-таки они какую-то вам помощь дадут. Дадите много света своим растениям. Они вас порадуют. И таким вот здоровым внешним видом. И урожаем. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это ответ на вопрос о подсветке. Свет растениям нужен. Так что... Продолжение следует...